ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Расскажу, что знаю сама, со слов других преподавателей. Налаженная работа дыхательной системы, главное дышать животом. Работа диафрагмы, благодаря ей мы распределяем воздух. Подключение брюшных мышц, напрягаем живот, поем на опоре. На деле выяснилось, что все далеко не так. Особенно работа диафрагмы и напряжение живота. Помню, как мне преподаватель давила на живот, чтобы я достала высокие ноты. Она подходила ко мне, говорила «Пой на опоре» и делала «Ха». Мы даже опустили минусовку на тон ниже. Но я так и не смогла достать эту триклятую ре второй октавы. Спустя несколько лет, когда мне рассказали о расслабленном животе, я чуть не расплакалась, когда легко достала ноту в оригинальной тональности. Также меня учили дышать. Кстати, а ты знал, что дыхательные упражнения типа «сссс» неэффективны для вокала? Причина простая. Потому что в них нет участия голосовых связок. То есть все эти упражнения не приносят никакой пользы твоему голосовому аппарату. Но они и не причиняют вреда. Они помогут расслабиться, настроиться на работу и нормализовать общее состояние. Но истории о вокале здесь нет. Эффективные упражнения связанные с дыханием – трели губами и трели языком. А теперь посмотри, что происходит с голосовым аппаратом, Когда мы толкаем воздух животом Когда мы напрягаем мышцы живота На видео я, моя глотка А еще дорогая Анна Викторовна Колесникова Лорыфониатор из города Екатеринбург Не знаю, происходит там что-нибудь Да, вестибулярки и голосовые складки прям смыкаются Посмотри, я специально делаю усилия животом Именно так, как меня учили Петь на опоре Но намеренно беззвучно Причем сначала просто напрягаю пресс Без дополнительного подсвязочного давления А затем подталкиваю воздух Результат Сжимаются ложные связки Они же вестибулярные складки Закрываются голосовые И смыкаются черполовидные хрящи Посмотри еще раз и убедись в этом сам Не знаю, происходит там что-нибудь Да, вестибулярки и голосовые складки прям смыкаются Как же петь высокие ноты с таким напряженным животом? Работа пресса так или иначе будет провоцировать сжатие ложных связок Поэтому расслабляем живот и включаем мышцы спины и головы шеи, товарищи Это не мои выдумки Мистика, фантастика, эзотерика Нужное подчеркнуть Это наука Но о мышцах спины и головы шеи Как-нибудь в другой раз А как же диафрагма? Спросишь ты Так учат, потому что не знают Что диафрагма это совершенно самостоятельный мускул Который не работает по нашему велению Так учили 400 лет назад Когда основывались на собственных ощущениях Когда не было профессионального современного оборудования Почему многие преподаватели об этом не знают? Думаю, ни для кого не секрет Что Россия немного отстает от западных стран И это касается не только вокальной науки Информация, результаты исследований Идут до нас несколько дольше Тем не менее, я призываю мыслить логически И проводить исследования самим Для этого нужно немного Найти таких же идейных, амбициозных Готовых к новым свершениям и открытиям Выбрасывай уже свое Как нас учили, так мы и будем учить Просто подумай логически Набираем много воздуха Подталкиваем животом Увеличивается подсвязочное давление Говорим нет высоким нотам Если при этом выдохнуть и расслабить живот Дорогие коллеги, преподаватели, тренеры, вокалисты Профессионалы, любители, новички Я обращаюсь к вам всем Давайте менять вокальный мир Давайте идти в ногу со временем С научными исследованиями в области голоса Давайте наконец уже мыслить шире Отправляй это видео друзьям Выкладывай в соцсети Уверена ты понимаешь То, как учили 20, 30, 50 лет назад Не стопроцентная истина Мир меняется В том числе и вокальный Так почему не меняемся мы? Жду твои комментарии, вопросы и предложения Обнимаю тебя Твоя металлмама Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...